Добрый вечер. Сегодня мы показываем знаменитую картину, названную буквой греческого алфавита «Дзета». И у нас в гостях актёр и режиссёр Юрий Быков. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пригласил вас именно на представление этой картины, потому что в своём творчестве, в тех фильмах, которые вы делали, ну, я в первую очередь имею в виду «Майор» и «Дурак», потому что подход, который при этом вы демонстрируете, где-то близок к подходу Костегавроса, к фильму, который тоже для него был сделан довольно давно, когда он был ещё, ну, если не совсем молодым, но и далеко не старым режиссёром. Картина, которая сделала его знаменитым во всём мире. Единственная картина, которая одновременно была выдвинута на премию «Оскар» как лучший фильм и как лучший фильм на иностранном языке. Правда, получила она за лучший фильм на иностранном языке. Вот. И картина, которая стала символом определённого рода кинематографа, отстаивающего гражданские свободы, права, выступающая против репрессии государства, когда тогда была Греция, в период, когда этот фильм делался, и в период, когда происходили события, которые вдохновили авторов на создание этого фильма. А события сами прошли в 1963 году. Фильм был сделан в 1969. Вот. Они были жгуче актуальны для всех. Именно эта актуальность побудила меня сегодня запоставить это с актуальностью того, что вы делаете сегодня в нашем контексте. А вопрос первый очень простой. Вы видели Дзету? Наверное, видели раньше и сейчас. Ну, я на самом деле к своему стыду должен признать, что для меня всё-таки ориентиром социального, так называемого проблемного кино, кино морального беспокойства, всегда оставался фильм телесети Люмита, и вообще его творчество. Серпика, Собачий полдень, в частности. Для меня вот всегда показателем было американское кино 70-х, и я достаточно недавно для себя открыл Коста Гавроса, потому что, видимо, как-то мимо меня это проскочило, потому что я считал всегда, что вот именно того периода кино, 60-х, 70-х, в основном было сосредоточено в Америке и во Франции. А здесь греческий режиссёр, который действительно вот... Ну, иммигрирующий во Франции, работающий во Франции. Да, и снимающий про события, да, так называемого, как сказать, захвата власти чёрными полковниками, да, которые... Замечательная сцена в начале картины, когда они объясняют... То есть не объясняют зрителей, конечно, но показывают свои намерения, да, и мы просто в ужасе от того, что, кстати, предстоит, а особенно в конце картины, когда идёт перечень тех вещей, которые они в итоге запретили, да. И для меня, когда я эту картину открыл, я понял, что она гораздо серьёзнее и лобовее, если можно так грубо сказать, чем всё то социальное кино, которое я до этого видел. Я, конечно, для себя открыл, в общем, достаточно давнишнее, если можно так сказать, кино, но невероятно актуальное и невероятно искреннее, животрепещущее, и с таким количеством подробностей и деталей, что я вот с трудом себе представляю, что даже на территории какой-нибудь очень либерального государства сейчас можно было бы снять подобную картину и показать её в широком прокате. Но обработка людей с соответствующими средствами неизбежна. Первым этапом на этом пути является школа. Там, если мне позволят эту метафору, мы видим молодые 15-сантиметровые побеги. Второе опрыскивание непосредственно до или после цветения. Тут речь идёт о студентах и молодых рабочих. Соответственно, лучшее средство – служба в армии, призванная спасти священное дерево нации от идеологической заразы. Ну, сейчас ситуация немножко иная, а вот для того, кино 70-х годов американского, о котором вы говорите, именно Дзетта, именно успех Дзетта в Соединённых Штатах Америки потом привёл к карьере Коста Гавроса в Соединённых Штатах. Да, да, да. Несколько картин сделал. Ну и вдохновил новое поколение режиссёров голливудских на то, чтобы эти проблемы были поставлены в открытую и стали действительно актуальными, и актуальными они стали для всего мира. Но это в какой-то степени возврат к истокам. И в этих истоках, конечно, тот факт, что в основе реальной событий убийства политика Ламбратиса... Кстати говоря, человек, который играет следователя в фильме... Да, Жанна Витринтиньян. ...за Муитринтиньян, а реальный следователь, который, значит, в истории был, стал потом одним из президентов... Да, совершенно верно, Греции. ...в Верхокреческой республики. Поэтому привратности судьбы тут очень важны. Это неудивительно, в каком-то смысле даже, несмотря на всю трагичность истории, несмотря на всю её злободневность, всё-таки и в реальности, и в картине подчёркнута возможность выхода из подобной ситуации. И это такой, что называется, яркий пример небезвыходного положения, как сказать, от подобной проблематики. Потому что я-то, в общем, и в своём творчестве, как сказать, и в творчестве, на которое я ориентировался, всегда, явно других режиссёров, которые подобные проблемы поднимали, я всегда ориентировался на, так скажем так, ну, если не положительные, но такие достаточно угрюмые и, как сказать, как я это называю, реалистичные финалы, в которые, конечно, тот самый условный американский хэппиент не предусматривается. А здесь очень органично показана борьба целого объединения людей, которая вдохновляет и остальных, для того, чтобы, как сказать, найти выход из этой ситуации. И это сделано органично. И я для себя, в том числе, как и картину, ещё и возможность говорить на языке надежды ещё открыл для себя эту картину. Ну, я думаю, что для нашего кино это очень важно. Очень важно. Очень важно. У меня как раз претензия, которая была к майору, это как бы такая однозначность того, что всё безнадёжно. Да, любые усилия бесполезны. Да, и мы идём именно к тому, что вот тупик. В «Дураке» всё-таки есть центральный персонаж, который в конце не побеждает, но всё-таки, насколько я понимаю, остаётся жив. Ну, скажем так, его судьба складывается трагично именно потому, что он проигрывает свою битву. И для меня, конечно, не так было важно, как сказать, остаётся ли он живой в физическом смысле, как важно было показать в очередной раз, почему я, собственно говоря, испытываю некое, кстати, угрызение. Не кажется, что в моих картинах, скажем так, неорганичные финалы, но, конечно, та подоплёка человеческая, моральная, интеллектуальная, которая была у меня в тот момент, она, конечно, не могла мне позволить, как сказать, сделать других выводов из той реальности, в которой я родился и вырос. Но когда вот смотришь такую картину, как «Дзета», понимаешь, что нужно делать гораздо больше усилий над собой, чтобы всё-таки картина проблемная оставалась не констатацией несовершенства реальности, а ещё и поиском решения как такового, потому что эти решения, как ни странно, они существуют в нашей истории, они, как сказать, эти решения принимались, эти поступки совершались, и они, в общем-то, приводили к тому, что общество двигалось по пути прогресса. Это возможно. И в этом смысле для меня «Дзета» очень серьёзный показатель для изучения и, как сказать, и преобразования в своём творчестве в последующих картинах, вот именно с работой, с надеждой. Мы стояли с полковником, он вышел, всех приветствуя, хотя ему не аплодировали, и не заметил мотороллер, метавшийся по улице. Так его и сбило. Люди полковника бросились за водителем, два офицера достали оружие, но вокруг была толпа, рискованно. Мотороллер продолжил петлять и вскоре скрылся. Когда пострадавший упал, он ударился о поребек? Это было посреди улицы. Вы уверены? Абсолютно. Почему эти вопросы? Что за новый факт? Вскрытие показало, что он умер от удара дубинкой. Дубинкой? Что врачи себя позволяют? Зачем делали вскрытие? По моей просьбе, это законно. На вчерашнем собрании все было ясно. Вы нас выставите... Есть еще одна черта, которая не очень заметна современным взглядом, но которая сближает это кино с тем кино, которое делается у нас сегодня. Дело в том, что в нем собраны практически чуть ли не все известные французские актеры того времени. Да, 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 совершенно. Все имена, вот ты читаешь, я только специально сейчас пересплатил, все имена известны. Какие-то известны в мире, какие-то известны во Франции, какие-то известны только киноведам. Неизвестных имен нет. И при этом картина снималась почти на нулевом бюджете. Они пишут, что многие эпизоды, они вынуждены были играть сами, потому что у них не хватало денег на статистах. Что значит, что почти все снимались, в общем, бесплатно. Практически да. А, кстати говоря, сейчас такая политика, как сказать, очень популярна среди звезд, потому что в обществе потребления большое, серьезное, широкоэкранное, прокатное кино, оно, в общем, подростковое. И вот огромное количество серьезных артистов снимается практически за бесплатно в проблемном кино. Допустим, как МакКонахи снимался в «Даллайском клубе покупателей», как вот сейчас большое количество артистов, начиная от Брэда Питта и заканчивая Кристианом Беллом, снимались практически за смешные деньги в игре на понижение и так далее. То есть, и я понимаю, что оказывается, что и в то время, как сказать, хотя вроде бы в 70-е годы проблемное социальное кино, особенно в Америке, приносило продюсерам прибыль, но все равно артисты для себя во главу у глаз ставили, как сказать, исполнение роли, да, а уже потом, как сказать, все материальные блага. И в данном случае Дзета, как наш показатель невероятного мужества режиссерского и актерского. Тринадцатый свидетель – портовый рабочий. Яго и Ваго выпили по несколько стаканов Анисовой, когда в 10 они встали, чтобы уйти, они были пьяны. Китаец сказал, оставьте камикадзе, разобьетесь. Камикадзе? Это мотороллер. Там японский мотор, а виновный лихач. Мы славно на Дальнем Востоке. Полагаю, все ясно? У нас нет полной картины прошлого виновных, но версия несчастного случая неоспорима. Картина Дзета стала в какой-то степени решающей в карьере Коста Гавроса. Она сделала его режиссером не только национального французского плана, потому что до этого он делал триллеры, детективы. В общем, картина достаточно успешная, но как бы не затронувшая основные струны современного мира. После этого он стал режиссером международным, транснациональным. Его Джек Лэмман пригласил на картину «Пропавшие без вести». Картина принципиально важная, в том числе и в политическом смысле. И когда он приезжал на московский фестиваль, получать приз за вклад, мы как раз думали, что без Дзеты ретроспектива его фильма будет неполная. Как она была бы неполной без его последней работы, которая называется «Капитал», и которая подтверждает тот факт, что он остается верен идеалам своей юности. И это замечательно, потому что, когда режиссер проносит не только, как сказать, ощущение своей собственной жизни, реальности, но еще и такое, если хотите, пионерское убеждение в том, что кино влияет на ситуацию, это, конечно, достойно уважения, потому что многие режиссеры, даже очень талантливые, со временем начинают, как сказать так, апатично философствовать по поводу окружающей действительности. А Гаврос – это действительно такой вот нестареющий душой человек, и это очень хороший пример для молодого поколения, которое уже, что называется, в начале своего творчества начинает то же самое апатичное философствование. Хотя, еще раз говорю, правда, это вещь тяжелая, она необходима, но вот на примере Дзеты можно абсолютно точно сказать, что помимо правды нужно еще и решение. И это очень серьезный показатель, который практически запустил, вот вы правильно сказали, всю ту волну, на которой мы выросли, но которая, может быть, в свое время ушла, как сказать, просто в констатацию, как сказать, несовершенства действительности. Но очень важно, вот с моей точки зрения, очень важно запустить волну сейчас в нашем кинематографе именно картин, которые ищут выход, а не просто констатируют то, что есть. Совершенно верно, потому что вот каждый раз, когда мы говорим, что мы не диагноз, мы болезнь, мы все-таки снимаем с себя часть ответственности, потому что понятное дело, что мы можем своими картинами не просто вдохновлять, а действительно ставить на повестку дня и предложение решения проблемы, и способы, и методы, и самое главное, как сказать, что называется, нового героя, который способен эти методы и эти способы применять в реальности. И умалять в этом смысле роль кино не стоит, а уж тем более снимать с себя ответственность. Говорят, что, как сказать, честный человек никогда не предлагает решения. Наверное, это не совсем правда. Все-таки честный человек старается предлагать решения, даже если они умозрительны или, скажем, для его возраста или для его опыта не совсем универсальны. Но еще раз говорю, Гаврус в этом смысле очень хороший показатель человека, который даже в этом возрасте продолжает говорить о том, что такое правда, и в то же время предлагать решения. Поэтому можно вернуться к смыслу названия. Дзетта – буква древнегреческого алфавита, который означает «он жив». Он жив. У этой дзетты была своя история. Она в период черных поправлений черных полковников использовалась на стенах как знак протеста. Да-да-да. Была даже запрещена. Но букву запретить нельзя. Но запретили ее использование в качестве граффити. Поэтому, я думаю, ощущение актуальности при всех случаях будет. А мне хотелось бы пожелать успеха вашему новому проекту. Спасибо большое. И сказать, что дух фильма, который мы сегодня показываем, будет жить. Абсолютно точно. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. У нас в гостях был актер и режиссер Юрий Быков. Мы говорили о фильме Коста Гавроса «Дзетта» и о том, что роднит пафос этой картины. Пафос, с одной стороны, публицистический, художественный, а с другой стороны, актуальный, человечный, гуманистический с проблемами, которые решают наше современное отечественное кино, в том числе и фильмы Юрия Быкова. Надеюсь, что эта связь покажется вам очевидной. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok